734 проверки за пять лет. Комитет по противодействию коррупции Республики Крым проверяет действующих государственных служащих. В этот перечень входят председатели государственных комитетов, министры и их заместители, вице-премьеры и председатель Совета Министров Республики. Кроме того, Крым один из первых регионов, который на законодательном уровне получил возможность проверять ГУПы. Общее количество проверок в этом году 195. Документы по всем найденным 113 нарушениям отправлены в правоохранительные органы. Из 40 наказанных лиц 5 по утрате доверия. Много это? Много. Я вам скажу, это много. Утрата доверия – наивысшая форма наказания, где я расскажу и приведу потом в дальнейшем пример. Это серьезный проступок, это практически уголовное дело, как все мы понимаем. Все равно юристы, хоть чуть-чуть. Но не повлекшие тяжкие какие-то последствия, которые бы привели к уголовному производству. Кроме того, за нарушение антикоррупционного законодательства чиновнику может грозить замечание или выговор. Это означает, что госслужащий в течение года будет получать только лишь оклад. Больше всего нарушений выявляют в сфере здравоохранения и транспорта. Значительный ущерб бюджету республики, по словам председателя комитета, нанесли несколько государственных предприятий. После проверки в компании «Крымавтотранс», проведенной прокуратурой и комитетом, было уволено все руководство. Готовятся три материала к возбуждению уголовных дел. Махинации со сдачей в аренду зданий и сооружений были найдены и в крымских морских портах. Ущерб бюджету Крыма нанесло также предприятие «Крымформация». Очень необычный случай у нас в Крымформации. Очень необычный. Вообще, прям вот не повезло предприятию. И все, хоть ты как. Там уже шестой руководитель. Но сейчас вроде повезло. Сейчас адекватный, абсолютный человек. У нас по личным, бывший, не так сказать, не бывший, а бывший-бывший руководитель, значит, был арестован, домашний арест. И на сегодняшний момент осужден уже с нормальным сроком, с нормальным четырехмиллионным штрафом и так далее. На ее место входит новый руководитель, который на сегодняшний момент имеет аж два уголовных дела. Одно из нововведений для чиновников, которое начнет действовать со следующего года, госслужащих обяжут помимо декларации о доходах сдавать декларацию о конфликте интересов. Для этого будет заполняться специальная анкета, которая предусматривает раскрытие данных о взаимодействии как с юридическими лицами, так и иными гражданами.